Приветствую вас и думаю, что мужчина попросту ощутил, что его настоящее, его теперешнее положение не отвечает той планке, которую задали отношения с девушкой. Иначе говоря, эту фразу можно воспринимать как то, что он перестал себя считать достойным девушкой. Он не мог, в силу своих особенностей, в силу, вероятно, своего представления о мужественности, сказать ей о том, что у него проблемы. Поделиться с ней своими проблемами. И девушка безусловно правильно поступила, что не стала спрашивать его, потому что иначе этим бы она скорее всего его унизила. И мужчина, будучи не в силах, значит, соблюдать важную для него рамку или планку, он выбрал расстаться с девушкой. Но поскольку причин не было, причин таких откровенных, то он сказал, что влюбился. Конечно, влюбленные люди ведут себя иначе. Но здесь я бы не стал делать каких-то предположений, потому что каждый человек, он по-разному, по-своему проявляет влюбленность. И до тех пор, пока не будет доказано, что у молодого человека действительно нет другой девушки, можно говорить о том, что это правда. То есть здесь момент такой, где можно делать предположения. Предположения вдаваться мы не будем и будем по факту. Трудности были? Были. А мужчина эти трудности не преодолел, не преодолел. С девушкой он этими трудностями не делился. Похоже на то, что он ее защищал. Вот по поведению, если не брать в расчет вот эту вот причину расставания. По поведению похоже, что он ее защищал. От ему ведомых опасностей только. И казалось бы, ну вот правильно человек поступает, да? Старается защитить девушку. Старается оградить ее от проблем. Правильно поступает. Но в действительности молодой человек взял ответственность на себя за нее. Он не посвятил ее в проблемы. Он не посвятил ее в трудности. Он не посвятил ее в ситуации. Но при этом просто решил за них обоих. Вот это было неправильно. Это было неверно. Потому что нельзя решать за двоих людей в отношениях. Нельзя принимать такого рода решения, не посвятив девушку проблемы. Значит, он ее не до конца впускал в свой внутренний мир. Он, получается, не до конца ей доверял. И он, получается, воспринимал ее лишь только в определенном качестве. В качестве, вероятно, ну, если это настоящая женщина, конечно. Но никак не человека, который разделил бы горести и трудности мужчины. И вот этот момент он играет не в пользу молодого человека. Напротив, он говорит о том, что мужчина, как бы, немножечко склонен к тирании, к лидерству, к тому, что были сейчас за двоих. Это не есть хорошее качество для человека, если он собирается строить отношения. Тем более, с таким человеком, которого я писала. Когда человек берет ответственность за других? Когда сам не может полноценно за себя нести ответственность. То есть, ответственность за других мы берем тогда, когда не можем взять ответственность за себя. За других взять проще ответственность, чем нести ее за себя. У молодого человека явно проблемы с решением своих проблем, из-за чего падает самооценка, из-за чего рушится уверенность в себе, из-за чего кажется, что он беспомощный, что он недостойный, что он ничего не поможет и прочее, и на этой волне мужчина принимает решение расстаться с девушкой, но это не совсем, знаете, это не поведение не взрослого человека, это поведение такого, знаете, вот классического юноши, то есть вот говоря классического, я имею ввиду 17-19 век, вот классического юноши, юношеский максимализм, либо все, либо ничего, когда было все, он был с девушкой, когда у него перестался полчаса, он решил и от девушки отказаться, при этом он не думал в этот момент о ее чувствах, он не думал в этот момент о том, что она будет страдать, что ей будет плохо, что у нее, не знаю, точно может самооценка понизиться из-за этого, его чувства девушки, ну никак не волнует, его волнует лишь только собственные ощущения, и в некоторой степени это эгоизм, это эгоистичное поведение, да, может быть продиктовано благородными целями, но по сути это эгоизм, потому что если бы мужчина не был эгоизм, он бы подумал о чувствах любимой, у нас в данном случае о чувствах любимой, ну, ни мысли нет, вот ни одной мысли о чувствах любимой нет, но угадывая человека есть какие-то неудачи и все такое, но это не поводом осталось, а для него повод, и он будет потом женить об этом, но вот гордость совершенно, наверное, не позволит вернуться к девочке, ну а девушка тоже, я как понял, она тоже достаточно гордая и так же иногда хочет скорее своего принимать, потому что, ну простите, он обманул, он приедел, да, можно сказать, и как ему теперь верят, вот. Но именно так можно объяснить поведение мужчины с не очень хорошей стороны, значит, вот во всем этом такая мораль, что ярко выращенное мужское начало, как мы написали в самом начале своего письма сыграло с молодым человеком злую шутку, обернулось против него. Когда немножечко вырастет, он будет жалеть о том, что сделал, потому что, ну, никакие неудачи, проблемы не стоят отношений, отношения всяко важнее, всяко ценнее, но сейчас ему так не кажется, он боится, что девушка в нем разочаруется. И лучше пусть он будет казаться, изменником, да, предателем, но вот только не тем человеком, которым она разочаруется. И на самом деле это вот так и у них были отношения, что мужчина считал, что она может с ним разочараться. И девушка вела себя так, что давала понять мужчине, что она может с ним разочараться тоже. То есть тут нельзя сказать, что вина за то, что не было достаточно доверия, лежит только на мужчине. Вы сказали, что девушка тоже недостаточно сильно проявляла внимание, недостаточно как бы не навязывала. Оно может быть и правило. Оно может быть и правило, кто ненавязывал. Но в данном случае ненавязчивость воспринималась как холодность, как такие, знаете, завышенные ожидания от него, от мужчины. А он сорвется на счет с этим ожиданием несоответственно. А вопрос о том, влюбился ли он или нет, я специально оставил, а мы что, не хочу это обсуждать, не о том, что область предположений только леща. Во-вторых, ну, вот вы написали, что у нас что, сейчас, вы написали, что вот у них произошла плитность, после которой он постепенно стал отдаляться. Уже утром он ушел печальный и нагруженный. Вот этот момент тоже очень показательный. Потому что, ну, простите, если девушка, которая тебе нравится, была близость, то, ну, как минимум, это повод, ну, не для того, чтобы грустить. Это повод для того, чтобы, ну, как минимум, хотя бы пребывать в нормальном, в обычном расположении духа. Хотя, вообще-то говоря, можно было бы и порадоваться. И вот причина, почему он был печальный, почему он был загрузен, тоже непонятно. И для любезонных только девочек, потому что нужно задавать вопрос, не было ли проблем в постели, как он себя вел в постели, был ли он страшен или нет. Вот. А мы все именно по этому эпизоду, получается так, что он девушку, девушку использовал. Да, поехали. Ну, как будто бы, как будто бы использовал, но при этом жалел о том, что использовал. и здесь, знаете, нам приходит такая вещь, что некоторые ребята, они, вот, спорят. Типа, давай наспорь, вот, я, ну, наспорь, сближусь вот с той девочкой, например. Вот, время, они дают друг другу, спорят на это, на то, что мужчина тут сблизится. И вот, мужчина действительно сблизился с ней, а может быть, чисто проснулся с ней, а он уже ее использовал. И он понял, что, ну, если она об этом узнает, то будет просто, ну, очень некрасиво. И он поспешил вот так все представить, что, как будто бы, он влюбился в другую. Но, понимаете, это все область предположений. Это не какая-то работа с тактами, это просто вот два возможных варианта. Такие вот. Наиболее, мне кажется, вероятно. Хотя один вариант достаточно фантастичный. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Поехали! 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 Продолжение следует...